Рязанская высшая воздушно-десантная командная ордена Суворова, дважды краснознаменное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации, ведет свою историю с 13 ноября 1918 года, когда в Рязани были сформированы рязанские пехотные курсы. История Рязанской военной училища образована 13 ноября 1918 года на базе первых советских рязанских пехотных курсов. В ноябре 1921 года Рязанская пехотная школа замужества и отвагу личного состава награждается революционным красным знаменем в ЦИК. В 1941 в Куйбышеве на базе пехотного училища было скрытно создано военно-парашютное училище для подготовки военных кадров ВДВ, которое тщательно скрывалось за номером войсковой части номер 75021. К началу войны в училище было два батальона курсантов. Ими командовал полковник Головлев ПД и майор Ягудин Эл. И о начале войны личный состав училища узнал в Селецком лагере во время очередного открытия этого лагеря. Показательные выступления роты спортивные мероприятия были установлены. Состоялся митинг на котором выступили многие курсанты, красноармейцы и командиры. Они поклялись отдать все силы и знания на разгром врага, на защиту Родины и просили направить их в действующую армию. Примерно через полмесяца училище перешло на сокращенные сроки обучения. Занятия по расписанию проводились не по 8 часов в день, а по 10 до 12 часов, не считая самоподготовки и ухода за техникой. Увеличилось число ночных занятий. В училище прибывали новые курсанты отобранные военкоматами. Большинство из ранее проходивших срочную службу в Красной Армии, стало три батальона курсантов и несколько подразделений политбойцов. Батальонами командовали подполковник Головлев ПД, майор Ягудин Л. и майор Богданов НН. 20 июля 1941 года из училища был произведен досрочный выпуск курсантов старшего курса. Выпуск был произведен без экзаменов по средней годовой оценке и всем выпускаемым приказам военного совета округа присвоили воинское звание. Лейтенант, выпускников в первую очередь отправляли для укомплектования формируемых первоочередных стрелковых частей, на последующие формирования и в запасные части для обучения красноармейцев и получения практических навыков. Вместо выпускников училище было быстро укомплектовано курсантским составом до полного штата с учетом предстоящего расширения. Качество комплектования частично можно оценить по книге Виктора Александровича Титова курсанта училища выпуска март 1942 года. Тысячи дней и ночей под прицелом. В 1941 году из Беливая своим хадом попал в Рязань, в пехотное училище им. Ворошилова подбор был пестрый, в основном из высших учебных заведений Москвы. Никто не хотел быть военным, думали, что война не задержит их надолго. Для зачисления курсантам училища требовалось личное согласие, но никто не хотел давать согласие становиться курсантом. Когда на приеме у начальника училища полковника Горусского спросили моего согласия, я ответил, что хочу быть художником, а долг перед Родиной готов выполнить рядовым. Начальник училища ответил, что Родина требует. И я уже зачислен курсантом училища. 25 октября 1941 года училище из Рязани передислоцировано в город Иваново, а 15 февраля 1942 года возвратилось из Иваново в Рязань. Выполняя оперативную задачу на основании приказа НКО номер 02011, а 20 октября 1941 года. По передислокации училища в город Иваново, личный состав успешно совершил пешепереход на расстояние 470 км, переход на высоком дисциплинарном уровне и в указанный срок. Тяжелое имущество переправлялось на бортах «Пауки», «Дога», «Горький». 12 ноября 1943 года Рязанское пехотное училище вознаменование 25-й годовщины со дня образования за боевые заслуги перед Родиной и выдающиеся успехи. Подготовки офицерских кадров указом Президиума Верховного Совета СССР было награждено Орденом Красного Знамени. С 1946 года по сентябрь 1947 года парашютно-десантное училище находилось в городе Фрунзе, столице Киргизской АССР. В 1958 постановлением Совета Министров СССР Рязанское краснознаменное и пехотное училище было преобразовано в высшее общевысковое командное училище. С четырехлетним сроком обучения, выпускники называли его РКПУ и получали дипломы о высшем гражданском образовании, а военная подготовка оставалась на прежнем уровне. Эти преобразования никак не коснулись и Алматинского десантного училища, и командующий ВДВВ. Ф. Маргелов предложил руководству страны слияние двух училищ. В 1959 из Казахстана в Рязани отправился первый эшелон курсантов-десантников, который возглавлял полковника, Леонтьев, назначенный командиром Рязанского высшего общевыскового командного краснознаменного училища. Только к завершению всех выпусков курсантов-пехотинцев 4 апреля 1964 года училище заменило свою вывеску на Рязанское высшее воздушно-десантное командное краснознаменное училище. С 1959 года, когда Алматинское военно-парашютное училище вошло в состав РКПУ, училище стало ковать офицерские кадры для ВДВС, ВВС, СССР, ВФ. Маргелов постоянно держал училище в поле зрения и паотически опекал. Училище разрослось, обрело отличную учебную базу как в Рязани, так и в селецких лагерях, которые неузнаваемо преобразились с военной поры. 1962 училище перешло на новый профиль обучения и во главу угла были поставлены знания по одному из иностранных языков. Начался прием и обучение иностранцев в училище. 1964. К завершению всех выпусков курсантов-пехотинцев училище было переименовано в Рязанское высшее воздушно-десантное командное краснознаменное училище и неузнаваемо преобразилось. 22 февраля 1968 года в связи с 50-летием вооруженных сил СССР училище за большие заслуги в подготовке офицерских кадров вторично награждается орденом Красного Знамени. Ему присваивается почетное наименование имени Ленинского комсомола. В 1989 году за большой вклад в подготовку польских военнослужащих училища награждено Командорским крестом Ордена Заслуги Польской Народной Республики. 13 ноября 1995 года на территории института открыт памятник родоначальнику десантной службы генералу армии Василию Маргелову. 12 ноября 1996 года учитывая многочисленные просьбы личного состава и ветеранов десантной службы, президент России присвоил училищу новое почетное наименование, в результате которого оно стало называться Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознаменное училище имени генерала армии Маргелова В.Ф. 29 августа 1998 года в связи с реорганизацией военных учебных заведений и в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации номер 417 от 16 сентября 1998 года Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии Маргелова В.Ф. было переименовано в Рязанский институт воздушно-десантных войск. 11 ноября 2002 года постановлением правительства Российской Федерации номер 807 институту было возвращено наименование имени генерала армии Маргелова В.Ф. 2004 учитывая многочисленные просьбы личного состава и ветеранов училища, оно снова переименовано в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова 2006 приказом министра обороны России училище награждено в импелом министра обороны за мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку. 2008 впервые Рязанское воздушно-десантное командное училище начало прием девушек-курсантов для обучения по военной специализации применения подразделений десантного обеспечения. Это будут женщины-офицеры, командиры взводов, укладчиков парашютов, которые обеспечивают выполнение военнослужащими прыжков с парашютом, а также выброску боевой техники с помощью специальных платформ и многокупольных систем. В начале 2011 года на базе училища планируют открыть Центр по подготовке военных священников, имамов, раввинов и ламг для армии и флота. На территории учебного центра расположен храм Ильи Пророка Русской Православной Церкви. Указом президента Российской Федерации 14 ноября 2013 года училище награждено орденом Суворова. Президент Путин лично прикрепил знак и ленту ордена на боевое знамя училища во время посещения его 15 ноября 2013 года. В августе 2013 из Новосибирского ВВКУ был возвращен батальон специальной разведки. С этого момента РВВДКУ возобновило подготовку офицеров для подразделений специального назначения. Летом 2015 года из Новосибирского ВВКУ был переведен факультет разведки СПУ, который влился в состав факультета СПУ «Современность». Учебное заведение в своем составе имеет собственно училище, учебный центр, расположенный в 60 километрах от Рязани в окрестностях села Сельце, авиационную военно-транспортную эскадрилью и центральный парашютный клуб ВДВ. На территории училища имеются общежития казарменного типа для размещения курсантов, учебные корпусы и лаборатории для проведения занятий. Стрелковый тир, комплекс воздушно-десантной подготовки, спортивные и тренажерные залы для занятий различными видами единоборств. Стадион со спортивным городком, столовая, курсантское кафе, клуб, почта, медицинский пункт, комбинат бытового обслуживания. Училище выполняет государственный кадровый заказ по подготовке дипломированных специалистов ВПО по трём военным специальностям. Применение подразделений ВДВ, применение подразделений специальной разведки, применение подразделений в связи ВДВ и двум специализациям. Применение подразделений десантного обеспечения и применение подразделений морской пехоты со сроком обучения 5 лет. В том числе на от 4 до 5 курсах проходят обучение два взвода девушек. Основными подразделениями института являются кафедры, роты и взводы курсантов. В институте осуществляют обучение и воспитание курсантов 17 военных и 4 гражданских кафедры, тактики боевого обеспечения, вооружения и стрельбы, гуманитарных и естественно-научных дисциплин. Воздушно-десантной подготовки, бронетанковой техники, эксплуатации вооружения и военной техники, управления подразделениями, подразделений специального назначения, инженерной подготовки, физической подготовки, русского и иностранных языков, математических и естественно-научных дисциплин. Комплексов шифрования передачи данных, радио, радиорелейной, тропосферной, спутниковой и проводной связи, организации связей военных телекоммуникационных систем, общепрофессиональных дисциплин, автомобильной техники, автомобильной службы, восстановления военной техники, двигателей и электрооборудования. В настоящее время в училище работают 21 доктор наука, 170 кандидатов. На территории РВВДКО находится Музей истории воздушно-десантных войск. С 2013 года ведется масштабная реконструкция училища. В Рязани и Сельцах построено, отремонтировано и реконструировано свыше 150 различных объектов. Осуществлена газификация, реконструкция дорог, замена объектов инженерной инфраструктуры. На март 2016 года введены в эксплуатацию аэродинамическая установка для обучения и тренировок парашютистов. Глубоководный бассейн для подготовки водолазов, спортивный комплекс «Боец» и ледовый дворец спорта «Десант». Обучение – образовательный процесс в Рязанском институте воздушно-десантных войск отличается от учебного процесса в высшей школе. Обучение в ВУЗе строится на тесном сочетании теории и практики. Его продолжительность – 5 лет. На офицерских курсах и специалистов воздушно-десантной службы – от 5 до 10 месяцев. Весь период обучения разделен на 10 учебных семестров, по 2 семестра в учебном году. В конце каждого семестра и учебного года в соответствии с учебным планом проводится экзаменационная сессия. Основными формами теоретической работы учащихся являются слушание лекций, работа на семинарах и внеклассные консультации. Для проверки и закрепления полученных в процессе обучения знаний периодически проводятся лабораторные и контрольные работы. В рамках курса практических занятий с взводом курсантов предусмотрены групповые упражнения, тактические занятия и учения, стажировки. По окончании каждого курса, начиная со второго года обучения, курсанты обязаны предоставлять персональные курсовые проекты. Поощряется любая самостоятельная работа курсантов по совершенствованию личных навыков. За время подготовки курсанты более года проводят на полевых выходах. Ежегодно курсантам предоставляется зимний каникулярный отпуск продолжительностью двух недель и основной летний отпуск в 30 суток. Курсанты, окончившие училище с дипломом с отличием, пользуются преимущественным правом выбора места службы после окончания института в пределах установленной для училища разнарядки. Начальники училища, 28 августа 1918 года, 1 апреля 1919 года, Троицкий Иван Александрович, 1 апреля 1919 года, 10 декабря 1919 года, Араевский Иван Федорович, 16 декабря 1919 года, 24 мая 1920 года, Доможиров. Николай Николаевич, 24 мая 1920 года, 29 июля 1920 года, Троицкий Иван Александрович, 10 сентября 1920 года, 19 октября 1921 года, Араевский Иван Федорович, 19 октября 1921 года, 1922. Пинаев, Георгий Андреевич, 1922-1926, Горячко Александр Игнатьевич, 10, 1926-1929, Семашко Валентин Владиславович, 10 января 1929 года, 1931. Тихомиров, Петр Павлович, 1931-1932, Подшивалов Иван Мартимьянович, 04-1932-1939, Виноградов Василий Иванович, Камбрик, 11 марта 1940 года, 31 мая 1946 года, Горгский, Михаил Петрович, генерал-майор. 1 июня 1946 года, 10 января 1950 года, Лощенко Петр Николаевич, генерал-майор, 10 января 1950 года, 25 апреля 1952 года, Вежелин Виктор Алексеевич, генерал-майор. 25 апреля 1952 года, 05-1959, Савченко Сергей Степанович, генерал-майор, 10 июня 1959 года, 30 ноября 1965 года, Леонтьев Александр Степанович, генерал-майор. 30 ноября 1965 года, 06-1968, Попов Александр Михайлович, генерал-майор. 27 июля 1968 года, 06-1970, Кулишев Олег Федорович, генерал-майор. 2 июля 1970 года, 03-1984, Чекризов Алексей Васильевич, генерал-лейтенант. 15 марта 1984 года, 17 декабря 1995 года, Слюсарь Альберт Евдокимович, герой Советского Союза, генерал-лейтенант. 17 декабря 1995 года, 17 декабря 2001 года, Щербак Валерий Витальевич, генерал-майор, 17 декабря 2001 года. 10 февраля 2008 года, Крымский Владимир Яковлевич, генерал-майор. 6 мая 2008 года, 12-2009, Луговой Владимир Николаевич, полковник. 1 января 2010 года, 27 января 2012 года, Красов Андрей Леонидович, герой России, полковник. 14 сентября 2012 года, Наст, Время, концевой Анатолий Георгиевич, генерал-майор, выпускники у училища. По служном списке училища 53 героя Советского Союза, 78 героев Российской Федерации, 1000 кавалеров боевых орденов. Более 60 рекордсменов Вооруженных сил Советского Союза, России и мира по парашютному спорту и так далее среди выпускников у училища. СМ. Категория. Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.